Локдаун закончился, но не для всех. Заведение общепита все еще под запретом. Пока до 15 ноября. Рестораторы в шоке. До конца той недели все были уверены, что откроют свои двери для посетителей с QR-кодами. По словам специалистов, отрасль работает с системными поставщиками. Продукты не покупают на рынке с утра, поэтому все закупили еще в минувшую пятницу. Распределили график работы персонала, но пустить клиентов так и не удалось. Уверенности, что нас не откроют, не было совсем, откровенно говоря. Плюс ко всему шокировало то, что мы практически единственная отрасль, которая осталась под запретом до 15 числа. Мы не увидели в этом какой-то логики. Ведь если бы рестораны открыли, то дистанцию между столиками, все санитарные нормы, а также работу до 23.00 никто не отменял. Ковидным ограничениям отрасль общепита, кажется, уже давно привыкла. Отсюда и удивление. Дни локдауна также у многих совпали с выдачей заработной платы сотрудникам сферы общепита, многие из которых, к слову, сейчас вынуждены сидеть дома из-за отсутствия работы. У нас большая компания, у нас процентов 70 сотрудников в результате вынуждены сидеть дома. Кто-то ушел в отпуска, кому-то мы продолжаем оплачивать зарплаты, потому что нам не все равно, что будет с нашими людьми. Процентов, наверное, 25-30 сейчас работают на производстве на нашем. Большинство объектов питания региона переключились на режим доставки. Еду доставляют курьером на дом, либо путем самовывоза. Клиентов внутрь помещения не пускают. Заказ отдают на входе или передают на улице. А с 8 ноября только при наличии QR-кода. Доставка – это минимум, просто минимум, который не позволяет окупать затраты. А мы же несем затраты на аренду, на коммунальные расходы. Мы несем затраты на зарплату сотрудников, которые работают. Мы живем, как на пороховой бочке. Каждый день у нас начинается с мониторинга новостей. Елена Ежова – ресторатор и партнер одной сети фитнес-клубов. Ульяновский не теряет оптимизма. Говорит, в период локдауна времени зря не теряли. Все силы бросили на обучение персоналам, в том числе системы QR-кодов. Это уникальное время, когда можно собрать всех вместе и проводить обучение всем коллективам. Это первое. Второе. Мы используем это время для ремонта. Безусловно, по ночам какой-то ремонт можно сделать, но не глобальный. Поэтому мы в первый же день локдауна вынесли все оборудование с кухни, разбомбили все, пригласили бригаду. Сами бизнесмены просят пригласить состав рабочей группы по вводу тех или иных ограничений из себя. С таким предложением со слов рестораторов они обращались не раз. На данный момент ни единого представителя сообщества предпринимателей в штабе по ограничениям нет. Что нас пугает, пугает, потому что мы, к сожалению, не можем вовремя рассказать о том, какие риски мы имеем, что будет происходить. Только потом догоняем эту ситуацию. На последнем оперативном штабе губернатор Алексей Русских отметил, если эпидемиологическая ситуация улучшится, рассмотрит вопрос о более раннем выходе общепита из локдауна. Ринат Алиулова, Александр Кудрышов, Уллправда ТВ.